Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наше знакомство с книгой «Экклезиаст», и перед нами седьмая глава. «Доброе имя лучше дорогой масти и день смерти дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетывание лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Первый, четвертый стихи. Тема имен – чрезвычайно обширный вопрос для нашего лекционного курса. Отметим лишь, что в традиционных культурах связь между субъектом и его именем огромна. И религиозные, и магические ритуалы традиционных обществ завязаны на имя объекта данного ритуала. Сохранилось серьезнейшее отношение к имени и в современных монотеистических религиях, как к именам божества, так и к наречению имени у человека. Однако здесь идет речь не о добром, в смысле удачном, или дарующем благую судьбу имени человека, а о добром имени, соответствующем нашему пониманию человеческой репутации. Именно в этом контексте находится и сравнение имени с дорогим благовонием, запах которого иногда предваряет появление его носителя, и потом еще долго напоминает о его присутствии. Это нашло, в общем-то, отражение и в нашей народной мудрости, небезосновательно заметившей, что с одной стороны у доброй славы большие крылья, а с другой стороны добрая слава лежит, а дурная по свету бежит. В этом контексте экклезиаст и упоминает день смерти лучшим, чем день рождения. Это мнение не означает, что смерть лучше жизни, так как, во-первых, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так же, как говорит Священное Писание, Бог не создал смерти, и не радуется погибели живущих. И при этом Бог призывает, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Речь здесь идет именно о плодах жизни. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей, и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое сделает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. При этом говорит о похожих же вещах и Устин Мученик, вспоминая о графу незаписанное речение Христа, говорящего «в чем застану, в том судить буду». Смысл прост, важно не только начало жизни, но и ее итог. Бисквитный пирог может быть прекрасно взбит, но стоит хлопнуть дверь у духового шкафа, и вот он уже ни на что не годен. Писание приводит хрестоматийные примеры от того же самого Соломона, который из любителя мудрости сделался любителем блудных жен. В итоге отвративших его выдало служение, до наоборот благоразумного разбойника в Евангелии, который сумел подвести верный итог своей жизни и наследовал Небесное Царство. В этом же ключе находится и рассуждение о том, что лучше пребывать в доме плача, а не в доме веселья. В некотором смысле это нетипичное для автора рассуждение, так как смерть он обычно рассматривает как совершенно обесценивающий фактор, сводящий к бессмысленности любое человеческое дело и начинание. Здесь же он говорит о том, что в аскетической литературе именуется в общем-то памятью смертной, которую кто стяжал, тот никогда не согрешит, как говорит, например, преподобный Иоанн Лествичник, перефразируя при этом другого мудреца Израиля, Иисуса сына Сирахова. Иоанн Златоуст, как великолепный психолог и моралист, комментирует этот пассаж следующим образом. Он говорит, «Там, на Перу, зарождается наглость, а здесь в доме скорби, скромность. Кто побывает на Перу человека, который богаче его, тот уже не с прежним удовольствием будет смотреть на свой дом. Но о плачущих ничего такого сказать нельзя. Как только войдет кто в преддверие дома, в котором есть умерший, и увидит мертвеца, тотчас огорчается и делается печален, и каждый из сидящих там ни о чем другом не говорит с ближним, как о том, что мы ничто и что греховность наша несказанна. Вошедший в дом плачущих, тотчас и сам плачет по отшедшим, хотя бы тот бы и был враг ему. Видишь, сколько этот дом лучше того. Там он, будучи и другом, завидует, здесь же, будучи и врагом, плачет. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых тоже, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. Пятый и шестой стики. В предыдущих главах, задавая вопрос о разнице между глупцом и мудрецом, Соломон показывает впоследствии, что вопрос этот для него все-таки риторичен. Сам он находится в контексте израильской учительной литературы, говорящий, золотая серьга и украшение из чистого золота, мудрый обличитель для внимательного уха. Или же, пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Это уже говорит псалмопевец. Безусловно, этот вопрос упирается в гордость. Гордый человек не может принять замечания или обличения ни от кого, руководствуясь лишь собственными соображениями, либо же мнением тех, кого он возвел себе в авторитеты сам. Но важно учесть, что обычно мы принимаем себе в авторитеты людей, дистанцированных от нас либо временем, либо пространством, тем самым оставляя себе определенный зазор свободы. И напротив, зачастую мы неохотно принимаем даже совет, а уж не то чтобы упрек тех, кто поставлен над нами обстоятельствами, а не нашей волей. Безусловно, это не правило, но достаточно регулярный случай. Поэтому, имея возможность договориться как с самим собой, так и со своим воображаемым коучем, мы стагнируем, не продвигаясь к цели. В то время как человек смиренный готов принять труд к слышанию любого. Это не значит, что он подобен кораблю без капитана, которым может управлять любой. Но это значит, что он открыт к слышанию, невзирая на приятность или неприятность говорящего. Примечательный случай из серии бытового богословия произошел в свое время с преподобным Ефремом Сириным. Отправившись в Эдессу, он обратился к Богу с молитвой о том, чтобы путешествие это не было бесполезным, и чтобы Творец послал бы ему навстречу человека, сведущего в Писании, от которого можно получить духовную пользу. Подходя к городским воротам, он увидел блудницу, пристально смотревшую на него. Он не сдержался и спросил ее, как может она столь дерзко смотреть на него. На что услышал ответ. «Я смотрю на тебя, потому что женщина от мужа взята. Ты же смотри не на меня, а в землю, из которую ты взят». Так из этой ситуации смиренный и кроткий Авва Ефрем сумел получить немалую пользу и понял, что это и был ответ на его молитвы. «Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце». Седьмой стих. В одной из рукописей Мертвого моря данный стих предваряется мыслью «лучше бедность, чем неправедная нажива». Комментарием к чему и служит, в общем-то, стих нами рассматриваемый. Примеров неправедного суда и нечестных деяний, совершаемых как от высших правителей, так и просто до старейшины судей, немало в Священном Писании. От Ахава и Иезавели, погубивших Навуфея, до старейшин из книги пророка Даниила, хотевших по ложному обвинению погубить красавицу Сусанну. Несвободны от подобных деяний, в общем-то, и Давид с Соломоном. Первый, погубивший Урию Хитяйнина, от жены которого в Версавии и был рожден Соломон, который, в свою очередь, отличался не только великой мудростью, но был и достаточно хитер, чтобы в начале своего царствования погубить собственного брата и политического конкурента – Адонию. Все это примеры неправедной наживы, желания через кривые пути приобрести себе некое благо, земли, власть или женщину. И действительно, тяжелые последствия криво принятых решений мудрецов принесли им многое зло. От смерти незаконно зачатого плода у Давида до позорной смерти старейшин из книги Даниила. «Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Восьмой и девятой стихи. Это возвращение к началу главы. Первые стихи говорят о плодах жизни человека. Здесь же тема раскрывается через вопрос труда. Всякое дело познается по его итогам. Об этом скажет и Христос, приводя в пример строителя. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда он положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Это 14 глава от Луки. Терпение – базовый навык при научении любому делу. Сколько раз будет делать и переделывать свою работу ученик, пока не придет, но хотя бы к приемлемому результату. И вершин мастерства достигают только терпеливые и упорные. Наука, спорт, искусство полны такими примерами. Полна ими и христианская жизнь, и история христианской святости. Апостол Павел приводит в пример выдержку и целеустремленность античных атлетов, которые ради тленных венцов, то есть ради лаврового венка победителя, готовы на многие труды. «Не знаете ли вы, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного», говорит он в послании к Коринфянам. Этот же труд ждет от человека и Бог, чтобы в нем человек возрос, встал в полную меру своего роста. И как хороший учитель терпеливо смотрит на кривую работу ученика, не ругая и не отбивая желания к учебе, а лишь корректируя, приводя к желаемому результату, так и Бог не только ждет, но и поправляет, наставляет и активно соработничает с человеком в деле спасения. Этому простому, казалось бы, навыку посвящено множество эскетических текстов, настаивающих на упорстве в достижении цели, объединенных лейтмотивом «Если ты пал, восстань». Для высокомерного человека опыт падения разрушителен не только ввиду самих последствий совершенного греха, но и тягчен гордостью, которая не может принять разрыв между мною нынешним и мною желаемым. В таком типе сокрушения практически не нет никакого покаяния. Часто, когда нам кажется, что мы плачем и раскаиваемся в грехах, мы на самом деле плачем о том самом идеальном себе, и плачь этот происходит от гордости, а вовсе не от тоски по Богу. Потому терпеливый и лучше высокомерного. Неудача заставляет его не валяться в деструкции, а продолжать попытки. Данное замечание важно и в контексте наших регулярных переживаний о том, что мы долгое время носим на исповедь одни и те же грехи. Не имея возможности полновесно погрузиться в эту тему, замечу только, что одним из ярчайших примеров вознагражденного терпения является паралитик, исцеленный Христом у овечьей купели. 38 лет человек сидел у воды, понимая абсолютную ничтожность шанса на получение исцеления. Раз в году кто-то исцелялся от возмущенных вод. И получается, что 38 раз он видел, как исцеляется другой, а не он. Но все, что он знал, это то, что здесь его шанс равен одной сотой процента, но во всех остальных местах абсолютному нулю. Потому и лежал там. И Христос не ждал от него никаких просьб, а сам подошел и даровал исцеление. Не говоря, отчего прежние дни были лучше нынешних. Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Десятый стих. Толкования на данный стих далеко отстоят от его первоначально читаемого смысла. Толкователи настаивают. Действительно, факт того, что прежние дни были лучше, неоспорим. Проблема именно в испытании причин этого. Иудейские экзегеты говорят. Не удивляйся всему тому благу, которое выпало на долю древних праведников, таких как поколение пустыни, говорит Раши. И продолжая мысль на слова «не от мудрости ты спрашиваешь об этом», замечает. Ибо все зависит от заслуг поколения. Другой Равин цитирует в подтверждение данной мысли Бернарда Шарфского, описывая современное ему поколение, да на самом деле и всякое ныне живущее поколение по отношению к предыдущим, используя образ из Бернара. Мы подобны карликам, стоящим на плечах великанов. То есть, всецело обязаны мудрости предыдущих поколений. С одной стороны, это безусловный факт, так как любая сфера человеческой деятельности съеждится, в общем-то, на предыдущих наработках. Ну, например, без навыка добывания огня мы никогда бы не пришли к адронному коллайдеру. С другой стороны, неверно понятый данный тезис рождает впечатление об абсолютной вторичности, бесплодности ныне живущих, могущих лишь использовать опыт и знания прежних поколений. Но это совершенно не так. Даже в религиозном плане один и тот же дух движет пророками Израиля, апостолами и учителями христианства. Но сколь разные слова исходят из уст Моисея и Христа, и Анна Крестителя, и Силуана Афонского. Это не значит, что даруется принципиально новое, прежде не бывшее откровение. Нет. Но человечество взращивается Богом, и в рамках этой педагогики способно видеть и слышать все большее, вглядываясь в один и тот же лик, различать в нем ярче и ярче проступающие черты. Один раз излился на апостолах в дух в Сионской горнице, но стал неисчерпаемым источником сокровищ церкви, о которых никогда нельзя сказать, что все уже сказано и все уже сделано прежде бывшими. Иначе это будет означать, что Святой Дух либо исчерпался, либо более в церкви не присутствует. И то, и другое ужаснейшее заблуждение. Сам экклезиаст однозначно настаивает, что делалось, то и будет делаться. В своем негативизме он не считает, что когда-то было лучше, но также уверен и в том, что вряд ли что-то лучшее возможно и впредь. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнца, потому что под сенью ее тоже, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ею. Смотри на дарование Божие, «Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». 11-14 стихи. Упомянутые здесь видящие солнце – это мудрецы-праведники, о которых несколькими главами ранее Соломон сказал, «У мудрого глаза его, в голове его, а глупый ходит во тьме». Несмотря на реальное, на регулярное экзистенциалистское утверждение отщетности всего перед лицом смерти, автор время от времени ослабляет свой перфекционистский накал и все же соглашается, что из существующего нечто может быть признано благом, пусть и относительно. И хотя мудрость, сопряженная с богатством, прекрасна, но автор, не удержавшись от внутреннего сравнения, указывает на превосходство первого над вторым, так как мудрость, как хождение в заповедях закона, дает жизнь богом для ее обладателя. Уточним. Безусловно, жизнь здешнюю. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Не передавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится бога, тот избежит всего того. 15-18 стихи. Мы уже упоминали о наличии полемики внутри корпуса учительной литературы Израиля. Суть данной полемики можно описать в самом простом виде следующим образом. Наиболее древний из книг, приписываемых Соломону, являются притчи, датируемые периодом от VIII до VI века до н.э. Здесь мы видим памятник, вплотную взаимодействующий с иными памятниками ближневосточной литературы, ну, например, с рядом египетских поучений. Текст представляет собой собрание практических советов и рекомендаций по социально успешной и благочестивой жизни. Эти сегменты человеческого бытия рассматриваются автором, ну, скажем так, в однозначной связке, где соблюдение норм благочестия априорно ведет к безбедной и социально успешной жизни. То есть мудрость в притчах равна благополучию. Это, в общем-то, базовый тезис учительной литературы. Через некоторое время появляется Кахелет, Экклезиаст, жестко и болезненно проходящийся по этой плюшево-линейной теологии притч. Его союзником становится простейшая, эмпирика, опыт. Он, как бы говорит, солидаризуясь с еще более древним памятником, с Иовом. Что ты говоришь мне о благоденствующих праведниках? Посмотри кругом. Ты что, не видишь? Отсюда, от опыта, от эмпирики, и Экклезиастов-нигилизм, скептический взгляд на традиционное благочестие и шире зачастую на саму жизнь. Эта точка зрения столь своеобразна, что поздний редактор не удержался и, по всей видимости, вставил в последнюю главу свои пять копеек, что, как бы, примирило весь памятник с аудейским, а во многом и с христианским образом толкований. Именно в этих последних стихах, видящими всю суть книги. Но об этом экзегетическом каламбуре мы скажем с вами в последней главе. Экклезиаст на самом деле является определенным антитезисом учительной литературы. И в итоге мы имеем две попытки синтеза. Первая – это Иисус, сын Сирахов, выводящий всю эту историю в цикл, солидаризуясь еще раз с древними притчами. И в его лице богословская мысль Израиля как бы хватает себя за хвост. Вторая попытка – это книга «Премудрость» Соломона, выводящая данный вопрос в абсолютно новый синтез, утверждая, что А. Продвигаемый притчами благочестивый образ жизни свят и правилен. Б. Праведник может и зачастую испытывает притеснение вплоть до смерти. В. Праведность всегда имеет воздаяние от Бога. И если не всегда в здешней жизни, то, безусловно, в посмертии. Этот вариант того синтеза учительной литературы, который встанет непосредственно на границах новозаветного богословия. «Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и ты сам злословил других». 19 и 22 стихи Безусловность факта, что без мудрости сколь угодно огромная сила оказывается в лучшем случае бессмысленной и непродуктивно потрачена, многократно доказана, в общем-то, самой человеческой историей. В том числе и, кстати, истории недавно минувшего горестного 20 века. Мысль о том, что среди людей нет ни одного живущего в абсолютной непорочности, характерна для библейских текстов. «Кто родился чистым от нечистого? не один?» говорит Иов. Или «нет человека, который не грешил бы», напоминают книги царств. Этот пессимизм связан не с изначальными характеристиками человека, хотя некоторые иудейские комментаторы считают человеческую добопреклонность к греху следствием его телесности вообще, но это не верно. Проблема в приобретенных характеристиках, в изменениях, случившихся в константах человеческой природы ввиду грехопадения. Здесь же эта мысль служит не материалом для очередного биения себя в груди сердечного сокрушения, а для вполне практических выводов в рамках соблюдения золотого правила нравственности. Оно получает такое название ввиду абсолютной универсальности данного принципа, присутствующего в целом ряде религиозных и шире любых философских систем от Аристотелевского «Как вести себя с друзьями, так, как бы хотелось, чтобы они вели себя с вами», до Канта, сказавшего «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом». Суть одна и та же. Экклезиаст предлагает воспользоваться данным принципом для неосуждения других, памятуя, во-первых, о том, что в подобных же грехах осуждающий бывал повинен и сам. Аналогичный подход мы слышим из уст Спасителя, говорящего «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Обратив это также к теме осуждения ближнего. Он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Все это испытал я мудростью. Я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко-глубоко. Кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечистие, глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, сказал экклезиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моей, что я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. С 23 по 29 стих. Здесь слышен некоторый промежуточный эпилог. Автор расписывается в том, что хотя он и полон мудрости и знания, но истинная мудрость все так же далека от него. Причем, начиная с мудрости, как суммы знаний, о чем он скажет в следующей, восьмой главе, и заканчивая мудростью, как навыком развлечения людей, видение их внутренней составляющей. Стихи о женщинах, вложенные в уста Соломона, приобретают, нужно заметить, совершенно своеобразное звучание. Если учесть свидетельство Третьей книги царств, говорящей, было у него 700 жен и 300 наложниц. Негативизм автора проявлен и в том, что в отличие от остальной литературы мудрых, которая говорит об опасностях, исходящих от чужой, от прелюбодеянной жены, или же о тяготах, которые способна принести мужчине сварливая жена, экклезиаст говорит о женщине вообще. С этой позиции нужно заметить, не согласны ни еврейские, ни христианские толкователи. Они конкретизируют, о каком типе женщин идет речь, отмечая, что в этом типе корень зла в мире. Разгул страсти и похотливости, и поругание чести женщины, которая была создана для высшей цели продолжения жизни в этом мире, но была сброшена с высокой ступени, дабы просто удовлетворять людскую похоть. Понятно, что речь здесь идет не о честных и праведных женщинах, исполняющих возложенные на них заповеди, а лишь о женщине развратной и преступной, замечается в одном из иудейских текстов. Либо же, под упоминанием женщины, как святитель Кирилл Александрийский, например, так вслед за ним и Раши, видят аллегорию ереси, опутывающую человека мягкими руками и удерживающий так же крепко, как удерживают такого.